Добрый день! Мы начинаем прямой эфир на канале Универ ТВ, портале Казанского Федерального Университета. Кроме того, одновременно идет трансляция на каналах YouTube Казанского Федерального Университета, в Twitch. И специальный канал создан мессенджерой WhatsApp для наших коллег из средств массовой информации, куда они тоже могут по ходу нашей прямой встречи, нашей прямой беседы задавать свои вопросы. И у нас сегодня достаточно значимый гость, сейчас в процессе нашего разговора станет ясно почему, который в очень непростое время начал выполнять очень непростую миссию в Казанском Федеральном Университете. Это проректор по внешним связям Казанского Федерального Университета Тимирхан Булат-Чалишев. Добрый день! Добрый день! Почему непростая, почему сложная, почему очень важная? Мы сейчас, я думаю, подробно как раз и поговорим в ходе нашего прямого эфира. Буду рад. Почему значимый? Потому что речь идет о международных контактах Казанского Федерального Университета, о международном его представительстве, о месте Казанского Федерального Университета в мировом сообществе и о тех людях, которые откликнулись на предложение Казанского Федерального Университета здесь работать, учиться, развиваться, развивать свои научные и иные потенциалы. Это, в общем-то, вопрос стратегического характера. Поэтому, еще раз напоминаю всем нашим сейчас слушателям, очень значимый гость. Но давайте для зрителей еще раз в виде справки поясним, сколько же их, начнем со студентов, сколько их сегодня у нас. Исходная, что называется, позиция. Почему важно тоже, вы начали свою миссию в качестве проректора по внешним связям в не самое простое время для внешних связей. И не только пандемия, тому виной, вообще вся каша, которая происходит в мире, она не способствует такому расширению, такому быстрому росту внешних связей. Между тем, терять позиции нельзя. Но не хотелось бы. Поэтому давайте зафиксируем тот момент, который есть на сегодня. Сколько у нас иностранных студентов, из каких стран, сколько вообще людей из иных государств, так или иначе сотрудничает, работает намеренно, вот сейчас уже подтвердило свое желание работать с Казанским федеральным университетом. Такой справочный вопрос. Да. Ну, Леонид Григорьевич, действительно, вы сразу определили проблематику. Действительно, ситуация, в которой сейчас находятся Казанские федеральные университеты, да, и все университеты мира на самом деле, она очень непростая. Да, и мы это фиксируем, как и по своей ситуации, да, потому что, очевидно, мы наблюдаем сокращение количества международных гостей, фактическое отсутствие. Мы привыкли к тому, что Казанские федеральные университеты практически ежедневно посещали делегации разных стран, разных университетов. Сегодня мы проводим эти встречи фактически в режиме онлайн. Их тоже достаточно много, но, тем не менее, физического контакта, к сожалению, с гостями уже такого нет. Если говорить о цифрах, которые, значит, интересуют, ну, они известны. То есть это порядка 9,5 тысяч иностранных обучающихся по различным программам. Эта цифра большая. И более того, я отмечу, что Казанский федеральный университет в Российской Федерации занимает второе место после Российского университета дружбы народов по этому количеству. То есть даже опережая МГУ? Да. Правильно слушаю? Да, правильно. Это связано со многими факторами. Это связано в том числе с большим интересом иностранных обучающихся в целом к обучению в университете. Это связано с инфраструктурой университета, которая позволяет предоставлять общежитие, место размещения. Это связано с привлекательностью Татарстана и Казани как города, потому что город интернациональный, город, в котором дружно сосуществуют разные конфессии культуры. Это и город безопасный во многом. И это тоже является важным магнитом для приезжающих. 9,5 тысяч это самая большая цифра. То есть сюда входят все студенты по всем направлениям. Если говорить о более конкретных цифрах, это количество обучающихся так называемым длинным программам. То есть это программы бакалавриата, магистратуры, четырех-двухлетней, пятилетней программы специалитета. То таких примерно на тысячу меньше. 8,5 тысяч. Остальные это стажеры, это студенты обучающиеся подготовительного факультета. У нас в университете такое тоже есть. Мы, может, с вами попозже поговорим об этом. То есть эта цифра достаточно крупная. Если говорить о научно-педагогических работниках, у нас есть такой индикатор. Это количество педагогических работников, которые имели, скажем так, опыт работы в крупнейших ведущих университетах мира. Которые входят в 300 лучших университетов мира по различным рейтингам международных. Таких у нас сейчас порядка 120 научно-педагогических работников, которые работают в нашем университете. То есть они тоже продолжают свою трудовую деятельность. И, в принципе, особых проблем нет. Но, конечно, перед нами стоит задача привлечения большего количества таких работников. Это одна из тех задач, может быть, о которой тоже чуть позже мы упомянем. Такая стратегическая. В целом университет, конечно, даже перед пандемией поддерживает связи со своими основными партнерами. У нас сейчас порядка 400 подписанных соглашений различных с университетами мира. Из порядка 70 стран мира. Они, конечно, находятся в разной степени активности, эти соглашения. Какие-то соглашения подписаны, к сожалению, не действуют. Но есть, я думаю, порядка 200 соглашений, которые достаточно активно работают. В том смысле, что проводятся научные исследования, проводится обмен студентами. Идет постоянная коммуникация между исследователями и преподавателями наших университетов. И мы, на самом деле, это видим, потому что даже в период такой изоляции, отсутствия авиасообщений, все-таки мы фиксируем достаточно большое количество и видеоконференций, которые у нас проходят. Собственно, конференции, которые мы планово проводили, но уже в таком удаленном цифровом формате. И этот интерес неизменный к университету. Мы сейчас обмениваемся письмами с рядом университетов, узнаем, какая ситуация у них. Рассказываем про свою ситуацию, для того, чтобы поддержать и коммуникацию, и быть открытыми друг к другу. Многие письма приходят в наш университет с словами поддержки в эту сложную ситуацию. И в то же время готовности продолжать сотрудничество. И мы в ответ тоже направляем такие сообщения. Поэтому еще раз скажу, что с одной стороны, конечно, ситуация пандемии на несколько раз общила. Но с другой стороны, она сплачивает по общим темам. И мы видим, что такая поддержка, она, безусловно, есть и в Российской Федерации, потому что участилось количество коммуникаций с нашими коллегами из глобальных университетов, из ассоциаций ведущих университетов России. Мы общаемся по многим проблемным зонам. Раньше такие встречи были, но я люблю, очные. Приходилось ехать, и они были не так часто. И, соответственно, пореже. А сейчас мы практически каждую неделю, иногда по несколько раз в неделю, мы контактируем с нашими коллегами и обсуждаем те проблемы, которые у нас есть. И немалую роль в этом играет и активная позиция Министерства науки и высшего образования, которая тоже инициирует многие встречи. Вот вы упомянули подготовительный факультет, на нем сейчас занятия тоже идут преимущественно в дистанционном режиме, потому что он сориентирован как раз на людей из зарубежа. И прежде всего на дальние зарубежи. На дальние зарубежи. Ведь задача подготовительных факультетов, которые никогда не возникали, это задача подготовки к обучению в Российской Федерации. И надо признать, что в Российскую Федерацию едут для того, чтобы учиться на русском языке. Редко едут в Россию для того, чтобы учиться на каком-то другом языке. Хотя вы знаете, что университет реализует программы на английском языке, и таких программ достаточно много, порядка 20. Но, тем не менее, к нам приезжают, чтобы учиться на русском, и это справедливо не только для нашего университета, это справедливо для РУДН и для МГУ, которые вы упоминали и так далее. Поэтому такие подготовительные факультеты начали возникать в свое время, еще лет десять назад, когда он возник здесь, в Казанском университете, тогда учился порядка пятидесяти. Первый набор там пятьдесят. Но сейчас, судя из ваших цифр, это тысячи уже, да? Ну, там чуть меньше, на самом деле, я упоминал там еще стажеров, которые тоже есть и так далее, но там порядка шестисот у нас в этом году обучался человек, и эта цифра большая, то есть мы выросли в разы. За эти десять лет, и это говорит об интересе к университету прежде всего, и интереса в целом к Российской Федерации, потому что, на самом деле, после окончания подготовительного факультета, какой бы факультет они заканчивали, они имеют возможность поступить в разные университеты. Вот тут есть вопрос, а сколько из них потом на КФУ сориентированы? Ну вот я чуть-чуть подробнее расскажу об подфаке, а потом вернемся к этому вопросу. Подготовительный факультет фактически такая армия годичная. То есть там годичная программа, и за этот год они должны выучить русский язык и выучить предмет, значит, подучить, скажем так, предмет, терминологию на русском языке для того, чтобы потом быть способными сдать экзамен уступительный. То есть они приходят где-то в сентябре-октябре, выпускаются в мае, и в июне, вот в июле сейчас они сдают вступительные испытания. И, конечно, наша задача подготовить их максимально, чтобы они, значит, успешно этот экзамен сдавали. И для этого мы привлекаем наши профильные институты, потому что наша задача их заинтересовать, профориентировать иногда, потому что они иногда приезжают тоже не совсем понимают, а куда они хотят поступить. Там реализуются сейчас порядка шести разных профилей предметных по разным институтам, соответственно, от биологии, что связано с медициной, до общества знаний, экономики, связанных с историческими, международными отношениями и так далее. И, безусловно, у нас там есть и студенты, которые обучаются за государственный счет, это порядка 110-130 ежегодно студентов финансируются за счет бюджета Российской Федерации, а остальные поступают и платят самостоятельно. То есть это их личная инициатива и личная инвестиция в свое будущее. И в этом смысле наша задача, безусловно, готовить их качественно, но при этом обеспечить их интерес к университету и сделать так, чтобы они у нас остались. И для этого мы, конечно, плотно работаем с нашими институтами, которые, начиная с первых дней, когда они определяются с профилем, уже подхватывают и ведут их. Но надо понимать, что, конечно, наши выпускники участвуют в конкурсе наравне с другими абитуриентами университета. То есть если есть какое-то ограниченное количество мест на контрактную или на бюджетную основу, то они, собственно, участвуют в конкурсе и с теми, кто подфак не проходил. И как раз задача подфака — это его такой TPI, это количество абитуриентов после выпуска из подфака, которые поступают в университет. Поступают в Казанский университет. Но надо сказать, что к нам поступают выпускники других подфаков. То есть, допустим, я пример приведу. У нас в этом году выпускается порядка 100 выпускников подготовительного факультета, которые финансируются за счет бюджета Российской Федерации из подфака. И они, по сути, автоматически поступают на программу бакалавриата, там нет экзамена. То есть в соответствии с нормативными правильными актами у них есть возможность продолжить сразу обучение на бакалавриате. Практически без экзаменов они зачисляются. И к нам приезжает еще порядка 70 выпускников других подфаков Российской Федерации, которые тоже финансировались на тех подфаков за государственный счет, которые хотят учиться у нас. То есть они изъявляют такое желание, к нам приезжают. Точно так же наши у нас в этом году порядка 10 выпускников, которые уезжают в другие университеты. Но несравнимо количество тех, которые к нам приезжают из других подфаков, которые от нас уезжают. Слава Богу. И, конечно, мы делаем максимальную возможность для того, чтобы у наших выпускников подфака была возможность поступить. Это уже качество обучения и качество подготовки, которые они получают в течение одного года. Но там есть полуторагодичные программы, на самом деле. Ну, кстати, вот все время проблемы подготовительных факультетов не только у нас, здесь в Казанском университете. Вообще, в стране называли качество как раз подготовки по русскому языку. Особенно, когда человек приходит на баклавариат, просто иногда сталкивались с катастрофическим знанием языка, и что, соответственно, не давало возможности полноценно реализовать передачу знаний этому человеку. Вот как улучшается качество преподавания русского языка именно у нас на ТОТФАКе. Безусловно, это одна из задач подготовительных факультетов основных, на самом деле, подготовка к русскому языку. И при этом мы должны понять, что русскому языку, конечно, за год подготовить практически невозможно. Более того, я думаю, что английский легче выучить за год, чем русский, потому что гораздо более, скажем так, регулярные правила, в отличие от русского языка. Но, тем не менее, конечно, факультет в этом направлении работает. Была осложнена в этом году ситуация с дистанционным обучением, потому что, когда приезжают люди, совершенно не знающий язык, их очень сложно научить дистанцию языку. То есть необходим личный контакт. Педагога всегда, всегда взаимодействие необходимо личное. И, конечно, вот у нас, допустим, во время января месяца, когда уже в Китае бушевала пандемия, некоторые студенты уехали на китайский Новый год. В этом году он был 25 января. А поскольку более половины студентов под факт это китайцы, порядка 120 человек остались в Китае и не вернулись. Но при этом они не хотели отчисляться. И они продолжали обучение в онлайне. То есть мы используем систему дистанционного обучения в Microsoft Teams, они продолжали учиться. В малых группах нам пришлось организовать, быстро адаптироваться, организовать еще более малые группы. Они так учатся где-то в 10-12 человек языковой группы. Мы их уменьшили до 5, чтобы был контакт постоянно с преподавателем. И нам пришлось создавать так называемую избыточную образовательную среду, когда не только есть синхронное обучение, но и есть асинхронные ЦОРы, цифровые образовательные ресурсы, курсы онлайн, куда они могут еще в перерывах заходить и тренироваться русскому. Безусловно, это сложная задача. И мы в этом году делали максимум возможного для того, чтобы это случилось. Я думаю, что в принципе наши преподаватели справились неплохо. Но при этом мы сегодня вместе с нашим университетским Центром цифровых трансформаций начали проект по разработке так называемого приложения для мобильного телефона по изучению русского языка, который распознает произношение. То есть мы надеемся, что примерно где-то к концу осени у нас выйдет приложение Казанского Федерального Университета в пилотном режиме, которое позволит без преподавателей тренироваться произношением русского языка. Все он распознает ваше произношение и говорит, в чем у вас проблемы, где правильно, где неправильно. Мы пытаемся интегрировать в эту подготовку как обычные онлайн-курсы, так и какие-то новые находки, которые могут появляться. Но если говорить об обычном годе, то, допустим, в первом семестре что мы делали? Мы, безусловно, студентов погружаем в культуру российскую. Мы организовали, вот вы знаете, что ввели новое издание подготовленного факультета, и там организовали мы и медиа-центр, мы организовали для них там клуб караоке, чтобы они пели просто песни на русском языке, чтобы у них там большой сейчас библиотечный фонд, где у них есть возможность заниматься. Наша задача как можно больше оставлять такой русскоязычной коммуникативной среде для того, чтобы они разговаривали с преподавателями между собой. Мы стараемся их не группировать по национальному признаку, чтобы средством общения выступал именно русский язык. В этом направлении движемся. Я думаю, что успехи могут быть оценены уже нашими институтами, которых примут в этом дело. Спасибо. Поскольку сам прямой эфир и тем более вот в общем-то стрим по факту, да, учитывая, что у нас есть вопросы, поступающие онлайн через социальные площадки, предполагает нарушение логики. Мы должны идти в том числе и за логикой тех, кто задает вопросы, кто пытается нам свою как бы актуальность вязать, и это нормально, это хорошо, это правильно. Я буду немножко чередовать те вопросы, которые сам хотел прояснить, и те вопросы, которые поступают от уже сейчас не всегда добрых, но требующих ответа зрителей. Вот начнем с Твич. Тут есть большая группа вопросов. Я к ним буду так периодически возвращаться. начнем с какого-нибудь, ну что-то уже прям даже нас обвиняют с вами, вот, что мы только вот красуемся на телевидении. И следом вопрос, что вот красуетесь-то, вы своих специалистов работой обеспечить не можете, а думаете о китайских студентах. Вот я бы его даже чуть по-другому тогда вам, ну что это не вопрос, это как бы позиция. А вообще, зачем иностранные студенты российским вузам? Это хороший вопрос. Аналогичный, я думаю, вопрос можно задать и в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, во Франции, в Австралии. Ну да. Странных, которые, во-первых... Ну, наши патриоты скажут, вербуют их там. Ну, я думаю, что... Клименты влияния. Карл Марс говорил, что всегда базис, да, значит, у нас главенствует. Я бы все-таки интерес, прежде всего, искал, конечно, в экономике и потом уже в политике. На самом деле, это очень большой рынок, значит, мировой рынок иностранных студентов, вообще студентов, которые эмигрируют на период получения образования, для того, чтобы это образование получить. И это большие денежные средства, которые университет может вполне зарабатывать и, более того, платить налоги, поддерживать экономику. И, более того, это такая общая национальная задача, вы знаете, что у нас есть национальный проект образования, есть еще там внутри такой федеральный проект экспорта образования, хотя он вроде экспорт, он связан, наоборот, с импортом студентов. Поэтому там вообще поставлена задача. У нас на конец, на 19-й год был порядка в России порядка 290 тысяч иностранных студентов. Кстати, вот за последние 10 лет, по-моему, Россия вошла в семерку стран мира по числу иностранных студентов. А задача была, вот, по крайней мере, по национальному проекту, насколько я помню, до 2024 года нарастить количество иностранцев до 450 тысяч. То есть почти полмиллиона иностранных студентов должно у нас обучаться. Ну, то есть еще раз, вот, автора конкретного вопроса успокоим, не для того, чтобы этим почти полумиллионам студентам дать работу в России. Он же говорит, вы своих не можете обеспечить работой, и что тут китайцев еще. Вот, не для этого же? Ну, нет, конечно. Я думаю, что люди это понимают, что на самом деле все студенты, которые к нам приезжают, они очень мобильные. Они приехали у нас, получили образование, далее они поехали в другое место, получили магистрское образование. Многие из них возвращаются к себе на родину для того, чтобы продолжить обучение. И более того, почему мы еще испытываем такой рост числа иностранцев, в том числе в нашем университете? Потому что наш университет входит во многие, практически во все национальные приказы по признанию дипломов. То есть наши дипломы признаются практически во всех странах мира. Их не надо на месте инострифицировать. А это говорит о том, что студенты намереваются вернуться к себе в конечном итоге и там продолжить работу. И этот диплом признается у них на родине. Поэтому, конечно, задача не трудоустраивать студентов здесь. Хотя мы сейчас об этом тоже думаем. О том, как сейчас, например, лета их трудоустроить. Это тоже важная задача. Но, конечно, итоговая задача, чтобы выпускники уехали к себе на родину, чтобы они вносили важный вклад в развитие своих стран. Ну и, конечно, в некотором смысле были сторонниками Казани, Республики Татарстан. Налаживали экономические взаимосвязи и с Российской Федерацией. Такая задача тоже стоит. Мы должны ее понимать. Вот чем онлайн симпатичен, почти сразу всегда в дискуссию вступает слушатель, зритель. Он считает, что китайские специалисты остаются в России и создают конкуренцию нашим. Но есть и обратный вопрос. Вот что же вы так специалистов готовите, что они из России убежать хотят? То есть тот вопрос переживают, что здесь, не хотят отсюда уезжать потом. А тут хотят убежать из России. Вообще, наверное, неплохо готовят, раз хотят. Может быть, слишком хорошо готовят. Может быть, как бы недостаточно. А вот вообще, не хотят вот это движение, обязательно уехать. Оно насколько опасно, с вашей точки зрения, уже как эксперта, скорее, для безопасности страны, для ее будущего? Если говорить в целом о Российской Федерации, то есть ряд исследований, волн эмиграции из России, в том числе в новейшей истории, которые, к сожалению, конечно, не наводят на хорошие мысли. Причем, если говорить о выезде, выезжают, к сожалению, достаточно квалифицированные специалисты. И мы в 90-е годы слышим об утечке мозгов и так далее. Она, на самом деле, никуда не уходит, никуда не девается. К сожалению, такая тенденция сохраняется во многом. Но при этом нужно отдать должное тем решениям, которые в последнее время принимаются на государственном уровне. Они связаны с поддержкой молодых специалистов, различными грантовыми проектами, увеличением финансирования многих проектов, направленных на развитие и мега-сайенс, и науки в целом. Если говорить о Республике Татарстан более конкретно, то Республика Татарстан один из немногих регионов всего четырех Российской Федерации, который является магнитом в большей степени, чем регионом, отдающим свои таланты. К нам приезжает больше, чем уезжает. И мы недавно читали с вами новость о том, что Казань обогнала Нижний Новгород в гонке городов-миллионников, стала первым в Приворожском федеральном округе по числу. Но на самом деле Республика Татарстан в целом наращивает население, в том числе за счет миграции. К нам приезжают. И, кстати, приезжают получать образование. К нам приезжает больше 18-летних выпускников школ, чем уезжает от нас число 18-летних выпускников школ. Такая статистика тоже есть. Это говорит о том, что Республика Татарстан является магнитом, центром образования. Другой вопрос, что необходимо создавать рабочие места, которые соответствовали бы амбициям тех выпускников, которых мы имеем. В этом смысле я часто говорю о том, что система образования в некотором смысле обгоняет реальный сектор экономики. Здесь, кстати, один из вопросов. Он прямо в логике вашего ответа сейчас лежит. Специалист, вот он есть подготовленный в УЗО, а будет ли у него достойная зарплата? То есть куда он двинется в этом реальном секторе, если его труд никак не оценивается? Вы видели, что есть ряд рейтингов. Там, по-моему, пенсионный фонд их публикует, и некоторые хэдхантинговые агентства о том, что, условно, выпускники Казанского федерального университета входят в десятку высокооплачиваемых сотрудников. Порядка 77 тысяч рублей они имеют возможность получать, ну, в Москве, прежде всего, когда они уезжают. То есть это говорит о том, что выпускники, конечно, востребованы, и работодатель готов платить за них хорошую цену. Но я соглашусь, это связано со структурой экономики. Мы можем углубиться дальше в эту тему, конечно. Это связано с структурой экономики Российской Федерации, которая, к сожалению, не генерирует достаточное количество рабочих мест, прежде всего, связанных с инжинирингом, и которая в большей степени ориентирована на добычу полезных скамей. Я помню, это была тема одной из ваших предыдущих. Но это взаимосвязанные вещи, на самом деле. Потому что, если посмотреть, раньше стояла задача создания некоторого количества, сотен тысяч высокопроизводительных рабочих мест в Российской Федерации, об этом говорили, отрубили очень много. Да, там 25 миллионов, по-моему, даже называлась цифра такая фантастическая. Я вот не знаю, созданы эти рабочие места или нет, мы их пока не так активно видим. Тем не менее, вот, если говорить о республике Тарстана, мы видим, например, активное действие руководства по привлечению новых инвесторов, производств, тот же Иннополис, зона Алабуга, да, и так далее. То есть, мы видим сейчас, допустим, совершенно недавно прошла новость про крупный заказ, который получил наше КБ судостроение в Зеленодольске. То есть, это все рабочие места, которые, в том числе, привлекают высококвалифицированных выпускников университетов, выпускников, прежде всего, магистратуры, да, и это то, в чем мы заинтересованы. Но, еще раз, если вернуться к общемировой такой картине, в международное образование можно, вот, студентов, которые выезжают, можно структурировать еще по уровням обучения. Вот есть бакалавриат, есть магистратура. Бакалавриат, это все-таки, ну, люди-исполнители. Это люди, которые, как обучились, они умеют хорошо читать, читают чертежи, но считается, что проектировочная компетенция закладывается именно в магистратуру. Это люди, которые мыслят, которые инновационно мыслят, и так далее. Более того, которые уже специализировались в некоторой области. И, к сожалению, допустим, в Российскую Федерацию приезжает только примерно четверть из общего количества иностранных студентов, потому что только четверть учатся по магистратуре. Они в основном приезжают в Российскую Федерацию для получения бакалаврского диплома. Если посмотреть на развитые страны, Штаты, Великобритания, Австралию, туда приезжают примерно половину на половину. То есть половина из тех, которые приезжают, они получают за магистрским и постдипломным образованием. Ну и у нас есть проблема или нет такой проблемы, когда выпускники бакалавриата, даже наши российские студенты, предпочитают дальше магистрское образование получать за пределами уже республики. На самом деле сложно сказать, что это плохо. На самом деле это хорошо. Другой вопрос, что с точки зрения конкретного студента. Другой вопрос, что университет должен привлекать студентов на магистрские программы из других университетов. А ведь если вы посмотрите биографии крупнейших исследователей мира, то на самом деле и бакалаврскую, и магистрскую, и докторскую степень в большинстве случаев они защищали вас в совершенно разных местах. Это такое перекрестное пыление, обмен опытом. А то, о чем мы с вами говорим, вот это постоянное обучение в одном и том же месте, это приводит к так называемому инбридингу, к кровосмешению, в кавычках. Студент, который приезжает, закончил бакалавриат в другом месте, он приезжает с новой культурой, с новыми знаниями. Это может быть даже полезно быть и профессору, который с ним взаимодействует в процессе магистрской подготовки или аспирантской подготовки. Поэтому... Но есть что-то обидное в этом. То есть, получается, чем лучше ты готовишь бакалавра, тем больше шансов, что он поедет дальше опыляться в другие края. Вот такой средненький или ниже среднего, ну, чего дергаться, может, здесь как-то удастся продолжить магистр... Если он нацелен на следующий уровень образования. А чем талантливее он, тем больше угрозы, что мы его потеряем. Это ситуация конкуренции. Конкуренция, да. Нормальная. В целом. И она, на самом деле, возникает даже на этапе школьного образования. Чем лучше вы в школе готовите выпускника, тем больше шансов, что он захочет уехать. У нас часто этот вопрос возникает с нашими лицеями. Давайте мы там в IT-лице или в лице Лобачевского, или даже в новой школе, которая сейчас открывается в университете, улучшаем подготовку. Но всегда возникают риски, что они там продолжат обучение. Свободные люди, свободные выборы. Я думаю, что это, в принципе, нормально. Надо учиться жить в этой ситуации. Это самое важное. Так, давайте вот пока мы далеко не ушли, просто я видел вопрос. Ага, вот он. Про подготовительный, ну тут центр написано, подготовительный факультет имеется в виду. Покажите номер телефона подготовительного центра КФУ. Вот можно назвать какие-то... Или телефон, или сайт, куда... Ну, собственно, можно зайти на сайт университета. Я сейчас, наверное, номер телефона конкретно прям не назову. Вы можете написать мне на электронную почту, на самом деле. Это Тебалишев, Собачка Капфуру. То есть, через портал университета вас можно найти? Да, да, да. На сайте университета просто наберите проектор по внешним связям, напишите мне по электронной почте. Поскольку я курирую непосредственно подготовительный факультет, я вам полную информацию предоставлю. Ага, спасибо. И так, ну, сейчас твич на время покинет. Но все-таки еще тут есть вопрос. Есть ли направление в вашем вузе, который готовит специалистов в сфере высоких технологий? Ну, вы начали об этом отчасти говорить. Создаете ли вы базис для практического применения и финансирования для студентов, как сложно все, чтобы они могли получить свободу действий для создания нового конкурентного продукта в сфере высоких технологий, по примеру, Объединенных Арабских Эмиратов? То есть, может ли он свой бизнес начать, видимо, да, здесь? Какой-то наукоемкий бизнес, например, что его тоже как-то корнями тут зацепит? Ну, вот такие активные люди, они когда с корнями особо как бы стараются корнями не обзаводиться, да, они стараются двигаться, быть более мобильными. Если говорить, это непосредственно, может быть, уже не связано с международной деятельностью, но тем не менее отвечу. Ну, это как к эксперту, скорее вопрос. Да, безусловно, задача такая стоит, и она решается в университете. Вы знаете, слышали, наверное, что есть такой тренд сейчас защиты дипломной работы как стартапа. Условно говоря, я могу не диплом писать, там сидеть, значит, в библиотеке или где-то еще, а вот реальная работа на стартапу в течение, условно, последних нескольких лет обучения. Это стартап защитить как диплом. Вот университет тоже как бы на это идет, то есть поддерживает эти инициативы. Но если говорить о финансировании, то в настоящее время достаточно хорошая есть инфраструктура поддержки таких молодых команд. Это, прежде всего, фонд поддержки новых форм предпринимательств, так называемый фонд Бортника, который у нас ежегодно выделяет достаточно крупные деньги, и проекты можно финансировать на 500 тысяч рублей, на миллион рублей, и ежегодно проходить конкурсы и выходить на новые и новые уровни, так называемые умник, старт, старт один, старт два и так далее. Более того, в университете уже создана инфраструктура поддержки таких команд. У нас есть целое инновационное управление, у нас есть сейчас центр цифровых трансформаций в университете, который как раз работает над поддержкой таких команд. Они их консультируют, они показывают им правильные пути, где это финансирование можно получить. Поэтому, в целом, если всегда есть дефицит в большей степени идей, я вам это честно скажу, то есть мой опыт работы достаточно долгий в принципе в сфере образования, говорит о том, что в большей степени есть дефицит идей, нежели финансирование. И на самом деле под хорошую идею всегда можно найти деньги. Но главное, чтобы команды были упертые, квалифицированные, чтобы ребята были идейные, и вот тогда, я думаю, у них все получится. Спасибо. Ну, то есть вопрос, на который искал ответ наш слушатель, наш зритель в Твич, я думаю, нашел свой ответ. Вопрос касался, создается ли условия, видит ли Казанский федеральный университет необходимость развивать вот такого рода подходы. И вот, собственно, ответ, мне кажется, был достаточно полный. Видит, понимает, осознает и работает над этим. И, конечно, все не в один день делается. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас прямо на завтра, через полчаса, там возникла такая Кремниевая долина, не меньше, но, увы, и там столетия потребовались от момента создания каких-то университетов, вначале небольших, а потом уже... И очень хорошее управленческое воздействие, скажем, сверху еще. Да, то есть это большая системная, увы, работа. Хотя хочется, конечно, одним приказом все сделать, но не получается. Но у нас в это время, пока мы с вами говорили на темы, предлагаемые зрителями в Твич, большие блоки вопросов в Ютьюбе, и там в Ютьюбе даже уже требуют. Давайте перейдем к обсуждению образования, период постпандемии. Эти вопросы в разных вариациях звучат, в том числе и в WhatsApp. То, что я говорил, создан специальный чат. Я зачитаю только вопрос иностранного студента из Казахстана, я так понимаю. Он так лучше всего отражает, наверное, все это многообразие вопросов. Я иностранный студент из Казахстана, учусь в КФУ, сейчас нахожусь дома. Это типовая ситуация для сегодня иностранных студентов многих. Хотел узнать, как мы будем учиться в новом учебном году. Есть ли границы между нашими странами закрыты. Как изменится процесс нашего образования в связи с пандемией. То есть, чего им сейчас делать. Остался-то месяц. Но им надо 1 сентября планировать уже вот-вот в начале августа. Этот вопрос обсуждается у нас сейчас и в Межвузовском сообществе. Буквально недавно мы проводили конференцию. И внутри университета он обсуждается. Но я хочу сказать, что учебный процесс начнется 1 сентября. Так же, как и обычно. У нас есть учебный план, у нас будут расписания. Эти расписания студент увидит, получит. От занятий мы никуда не уходим. Дистант. Опять на дистанте. Но пока, если границы не будут открыты, у нас другого способа забрать этого студента и поместить сюда в Казань физически нет. Я знаю, есть опыт ряда британских университетов, которые заказывают чартеры. То есть, они объединяются. Из Китая заказывают чартеры и привозят своих студентов. Такие идеи есть, но это в условиях открытых границ. Так что ты не навозишься. Во-первых, 9000. Во-вторых, границы закрыты принципиально. Да, в этом основная проблема. И у нас эта проблема и с теми, кто продолжает обучение в университете, и, к сожалению, с теми, кто, наверное, в этом году будет поступать. Кто поступает в этом году. Потому что мы пока не начали даже оформлять им приглашение. Потому что пока нет возможности это сделать. Наши миграционные службы пока не дают нам такую возможность. Но такая возможность появится. Я думаю, в ближайшее время мы этой работой займемся. Я хочу сказать, что еще раз. Учебный процесс начнется 1 сентября по расписанию. Единственное, наверное, он скорее всего, если границы открыты не будут до этого времени, с Казахстаном. Потому что, в принципе, есть возможность... Да, такие же вопросы. Да, есть. Хотя нам сейчас часто говорят, и мы слышим там Росавиации, из МИДа, что вот-вот сейчас, там, еще 10 дней, еще там, в начале следующего месяца. Мы ждем, на самом деле. Поэтому, если виза у человека открыта, в случае Казахстана, это вообще не проблема. И если есть авиарейсы, то, конечно, приезжайте. Мы ждем, и общежитие будет для вас готово. 24 августа, очередное заселение, новые волны студентов. Значит, для тех, кто проживает, они могут вернуться в свои комнаты. Но сегодня я просто отмечу, что в университете идет большая работа по подготовке к новому учебному году с точки зрения разработки цифровых образовательных ресурсов. Я думаю, что в университете 12 тысяч студий, и они просто дыма идет оттуда зачастую. То есть, там очень плотное расписание, постоянно работают преподаватели, идет постоянно запись, запись, запись. Наша основная задача, чтобы мы к сентябрю месяцу обеспечили стопроцентное покрытие всех курсов первого семестра, по крайней мере, для первокурсников, а цифровыми образовательными ресурсами, чтобы у них была возможность, кроме того, что они участвуют в таких синхронных вебинарах, как мы делали это в течение весны, чтобы у них у всех был доступ к записанным лекциям, и более того, чтобы эти лекции были методически проработаны, чтобы это был стройный цифровой курс. Такой доступ у них был. Потому что мы понимаем, что на самом деле не у всех, как в Казахстане, которые отличаются достаточно развитой инфокоммуникационной средой, не везде есть возможность доступа. Это вопрос доступа. И вот тоже вы даже сами оговариваетесь лекцией. Есть группы предметов, которые предполагают активные практики, либо очень персонифицированный контакт с обучающимся, либо лаборатории специализированные, нужные под рукой, либо в творческих даже телевидениях, вспомните, профессиях, там очень много персонификации межличностного. Как быть с этими группами знаний, которые трудно передать через лекцию? Мы сейчас плотно работаем с нашим образовательным блоком в этой части. И в случае, опять-таки, если у нас не получится в первом семестре получить студентов в нашем кампусе, то, скорее всего, будет перенос этих практических занятий на весну, на весенний семестр. Когда, мы надеемся, уже спадет пандемия, либо будут действенные меры со стороны наших медиков, разработаны для того, чтобы этих заражений было как можно меньше, их эффект был как можно меньше. Но, тем не менее, я отмечу, что за прошедшие полгода в сети появилось достаточно большое количество ресурсов, которые позволяют даже лабораторные работы проводить в онлайн-режиме во многом. Безусловно, это неполная замена разработанным мануальным навыкам, которые надо иметь буквально, как почувствовать эту колбочку у себя в руке, рычажок, точно знать, как это происходит. Но, по крайней мере, это позволяет каким-то образом заменить тот опыт, который они могли бы иметь в университете, на какой-то виртуальный. Еще раз повторюсь, это, конечно, неполная замена. И такие ресурсы возникают все больше и больше. И я думаю, что наши преподаватели, я знаю об этом, в этом году их тоже начали активно осваивать. Я думаю, что часть все-таки курсов, которые связаны с практическими навыками, у студентов будет возможность в том числе освоить в цифровой среде какими-то симуляторами, подобными решениями. Но, безусловно, это проблема. И поэтому мы с вами часто и говорим, что цифровое дистанционное образование никогда не сможет заменить контактное обучение. Мы с вами начинали с подфака, где нужно учить русский язык. Это основная проблема. То есть попробуйте приучить правильному произношению, правильному написанию на русском языке. Это практически невозможно. Поэтому мы все ждем, когда все-таки будут открыты границы. Но при этом мы понимаем, что нам нужно развиваться и в этих условиях, и в этих рамках создавать какие-то новые решения для наших студентов, для того, чтобы снизить вот этот негативный эффект, который мы имеем. Вот прям по ходу идут вопросы уточняющие. Вот карантинные меры, какие могут быть предприняты при очной форме обучения. То есть предполагаем, что все очно состоялось, все началось. Потоковые лекции не будут ли представлять опасность? Ну, начнем с того, что буквально у нас, по-моему, в начале июля, 7-го, по-моему, июля было такое постановление санитарного врача Российской Федерации. Такие вещи регулируются постановлением санитарных врачей, потому что это достаточно гибкие решения. Они связаны с отменой 14-дневного карантина. То есть если сейчас люди приезжают из зарубежной страны, то нет необходимости проходить 14-дневный карантин. Из региона в регион, вы знаете, тоже переезд не требует уже этого карантина. Но при этом человек должен предъявить справку не ранее, чем за три дня до вылета из той страны, который свидетельствует о отсутствии, как сейчас говорят, контрольного заболевания методами ПЦР. Причем эта справка должна быть переведена на русский язык и представлена в орган. Более того, если такой справки нет... Он может пока долетит, заболеет. Вот и такой справки, если такой справки... Ну вот я сейчас прям по регламенту говорю вам, да? Я понимаю, что есть много «если», «может быть» и так далее, но это вот общее правило, скажем так. А если такой справки нет, то он должен ее представить в течение трех дней по приезду на территорию страны. То есть, условно, китайский студент прилетает в Москву, потом прилетает в Казань, здесь сдает этот тест и предъявляет его, значит, в органы миграционной службы. То, что у него этого нет. Но я думаю, что, безусловно, в нашем университете это будет достаточно хорошо налажено с учетом наших возможностей, нашей клиники. Мы тоже обсуждали уже, что если необходимость будет, то мы это быстро развернем, и такие, значит, тесты наши студенты будут сдавать. Это первый момент. Второй момент связан с обучением и проживанием. Вы знаете, что в том числе эти постановления санитарных врачей, например, регулируют проживание в гостиницах и говорят о том, что в гостиницах можно жить только по одному, нельзя подселять чужих людей, можно жить только семьей и так далее. Такие моменты тоже есть. Но пока у нас нет никаких отдельных актов Роспотребнадзора, главного санитарного врача, руководителя Роспотребнадзора, о том, каким образом будут проживать в общежитии студенты, тем более, что студенты фактически сейчас проживают. У нас сейчас в общежитии живет там 3600 студентов, которые не выехали на родину, которые остаются здесь. И они живут, как и жили, без особых проблем. Наверное, проблемы у них есть, связанные с тем, что они не смогли уехать на родину. Я к тому, что у них никаких особых мер дистанцирования не предусмотрено, кроме того, что они, конечно, носят маски, перчатки, то все эти нормы, они дополнительно знают все санитарно-пезиологические требования нормы, моют руки и так далее. То есть особых требований к расселению пока нет. У нас нет и особых мер по пока обучению. У нас есть прикидочные меры, которые были связаны перед сдачей ЕГЭ. Вот ЕГЭ сейчас дети сдавали. Мы видели, каким образом Роспотребнадзор это регулировал. Это дистанция полтора метра даже в аудитории. Это, значит, что сокращает примерно в два раза емкость аудитории. Это, безусловно, маски, это перчатки, это отдельные входы и выходы. То есть, условно, нельзя входить через ту же дверь, откуда выходит. Да, и так далее. Если экстраполировать это на возможные варианты развития событий в сфере образования, то представьте себе, что потоковая лекция, наверное, могла бы проходить в режиме полуторометровой дистанции. Это сокращает емкость. Но, тем не менее, студенты-то есть. Соответственно, мы говорим о, так называемом, гибридном обучении, когда часть студентов находится в аудитории, часть студентов находится в дистанции, соответственно, ведет видеотрансляция этой лекции. И это примерно то, что мы имели как раз в марте месяце, когда у нас китайские... Это не только с подфаком было связано, с другим у нас тоже факультет института пострадали. Когда китайские студенты уехали и не вернулись. Их нужно облучить. И мы тогда в марте месяце, еще когда не все не ушли на дистант, еще был такой вот период, мы тогда частично учили студентов, которые есть в аудитории, а частично тех, которые у нас не приехали из Китая, к сожалению. И в том числе из других стран, потому что там границы начали закрывать раньше, чем объявили полной границы. И вот примерно к этой ситуации, я думаю, мы придем. И там социальное дистанцирование будет само собой происходить, потому что часть студентов просто не приедет. Сейчас к особенностям жизни, перспектив жизни иностранных студентов мы вернемся. Есть про это вопросы, и здесь, и в чате. Очень настаивает просто один пользователь в YouTube, чтобы мы ему ответили, вы ему ответили на вопрос, но правда без всяких данных и координат. Я не знаю, насколько у вас получится. Он усиленно требует ответить на его вопрос, может ли он обучаться на подготовительных курсах. Вот на подфак, чтобы поступить, какие общие требования, что ли? Вот так попробую сформулировать. Фактически никаких. Достаточно написать мне по электронной почте. Если у вас нет возможности найти вход в подфак традиционным способом, то вы можете написать мне по электронной почте, и я вас сориентирую и расскажу вам, как это происходит. На самом деле там нет конкурса. Мы фактически принимаем всех желающих. Конкурс будет уже на поступление в инверситет. А на поступление на подфак, конечно, нет. Но я отмечу, что наш подфак один из самых крупных в России и один из самых компетентных, квалифицированных, потому что к нам приезжают учиться. Я, честно говоря, за последний семестр, первый семестр прошлого года, приняли порядка трех делегаций разных университетов, чтобы они изучали опыт организации подготовительного факультета в Казанском университете. Сколько действительно он хороший, качественный, и вот с учетом новой инфраструктуры, я приглашаю просто наших друзей. Инфраструктура, кстати, очень хорошая. И действительно новая, совсем свежая. Здравствуйте. Как быть иностранным выпускникам в августе? Выпускникам. Как можно остаться в общежитии, если поступаем в магистратуру? Вот такой вопрос. И вообще про общежитие. Вы начали тему общежития. Когда начнется заселение в общежитии, и когда мы придем учиться в университет, эту тему мы достаточно сейчас развивали. Подробно заселение в общежитии. Заселение будет перед обучением или во время, когда мы будем ходить на пары. Откуда непонятно, с вокзала или со съемной квартирой. Если мы выйдем на учебу и заселимся в общежитии, а потом вдруг вторая волна. Нам снова придется выселяться. То есть вот группа вопросов про общежитие. Как бы тем, кто сейчас хочет магистратуру, раз. Как бы тем, кто приедет учиться, когда их заселят, и не выселят ли их, если вдруг вторая волна? Это действительно очень актуальный вопрос, на самом деле. Потому что мы общаемся с студентами и понимаем, насколько им сложно жить в такой неопределенности. Прежде всего, о выпускниках текущего года. Безусловно, у выпускников не было возможности вернуться на родину. О чем мы с вами говорили. Нет авиарейсов. И, к сожалению, не все страны организовывали вывозные рейсы. Китайская народная республика хорошо с этим справилась. У них было прям несколько чартеров. В июле они вывозили выпускников. Потому что большое количество студентов. Некоторые страны Центрального Азиатского региона это делали. Но сегодня у нас в общежитии живет порядка 440 наших выпускников текущего года, которые не могут уехать. Более того, есть студенты, и на самом деле все студенты имеют на это право, выпускники, оформить так называемый постдипломный отпуск. То есть они закончили университет, получили документы об образовании. И далее они оформляют так называемый постдипломный отпуск, который может длиться до 31 августа. Соответственно, в этот период они продолжают оставаться нашими обучающимися. Как это делать, они знают. Они, конечно, знают. Более того, мы всех информировали. Более того, сейчас уже 200 человек его оформили. Половина. Это в основном та половина, которая так называемая гостники. То есть те, которые финансируются за счет федерального бюджета. Потому что они, кроме всего прочего, в этот период еще получают стипендию. Им это живой интерес. А, к сожалению, те, кто обучаются за свой счет, не все его оформили. Но, тем не менее, мы никого не выселяем из общежития. Они все продолжают оставаться. Более того, они продолжают проживать и имеют право до 31 августа там находиться. И они будут там находиться до 31 августа. Мы их будем держать. Я для примера только приведу политику. Ряд зарубежных университетов, которые в марте месяце, как только объявили пандемию и дистанционное обучение, выселили всех студентов из общежитий и дали им пятидневное напоминание. То есть в течение пяти дней выселяйте из общежитий. Это ведущие вузы, американские, европейские. Это пример политики, дружелюбие политики по отношению к иностранным студентам. Мы слышали о том, что в Штатах ввели требования запрета въезда студентов, если он учится на дистанционном обучении. И это несмотря на то, сколько он заплатил, сколько он проавансировал за свое обучение и проживание. Ряд вузов подали в суд на администрацию Трамп-X. Вроде сейчас вернули назад. То есть они не имеют право въезжать. Но тем не менее это вопрос отношений. И безусловно, вот сейчас студенты, которые у нас выпускники, они имеют право дистанционного обучения. Но только до 31 августа, к сожалению, вот вы говорили о въезде новых студентов, традиционно у нас расселение с 24 августа начинается, заселение в общежитии. И мы ожидаем, конечно, что все-таки часть первокурсников приедет. Возможно, не все, но большая часть приедет. И нам необходимо будет освобождать места для этой категории студентов. Поэтому мы, к сожалению, попросим выпускников после 31 августа, если они не смогут вернуться к себе на родину. Будем с консульствами плотно работать. И мы сейчас это делаем. Работаем. Но им нужно будет найти место проживания вне кампуса университета. Потому что у нас нет легальных оснований оставлять их здесь у себя в общежитиях. И мы будем заселять уже, соответственно, новых студентов. Отмечу, что заселение у нас это такой процесс долгий. Он 24 августа начинается, но это не значит, что он в августе заканчивается. Конечно, будет продолжаться. И на период всего времени, когда будут приезжать иностранные студенты и российские студенты, потому что 24 августа и российские студенты, и нагородние будут заселяться, первокурсники. Соответственно, они все в течение этого периода времени имеют право на заселение в свою комнату. Отмечу, что у нас 1 сентября начинается учебный год для иностранных студентов, только для тех, которые были зачислены до 1 сентября. Ряд студентов у нас будет зачислен в сентябре, а ряд даже в октябре. И для них учебный процесс будет начинаться 1 октября или 1 ноября. И вот все это время они имеют право и приезжать на территорию России, если границы будут открываться постепенно, и заселяться в общежитие. То есть здесь больших особых проблем не будет для них. Я, по крайней мере, не вижу. А вот случаи со второй волной? По второй волне, да. Мы ждем в данном случае, конечно, определенных инструкций со стороны наших органов санитарно-педиологического надзора, каким образом мы будем поступать. Но мы видели ту ситуацию, которая складывалась в период весенний. Была волна, первая, если говорить о второй, то, наверное, была первая, наверное. Хотя мы надеемся, что второй волны не будет, и она будет первой, единственная. Вот это весенний. Фактически мы перешли в дистант, и студенты продолжали проживать в общежитии без особых требований, я имею в виду, к расселению. И я надеюсь, что примерно такая же ситуация будет. Но, безусловно, мы прогнозируем, что должен будет работать усиленно наш обзерватор. Мы понимаем, что если очно будут приходить студенты в аудитории, то будет увеличиваться количество контактных студентов. И, безусловно, если у нас появляется положительный результат на так называемые контрольные заболевания, то у нас и обзерватор должен принять и этого студента, если он не будет госпитализирован, и, соответственно, всех студентов, которые так или иначе с ним контактировали. Как будут определяться контактные, это вопрос. Потому что контактные сейчас определяются, как проживающие в одной комнате. Будут ли далее контактными также определяться те, которые обучались вместе, в одной аудитории находились. Если да, то в этом случае они тоже должны будут отправляться в обзерватор, по крайней мере, на какой-то период времени, который позволит выявить симптомы и получить тесты положительные или отрицательные. Потому что есть возможность сейчас более коронавируса. Нет необходимости там две недели ждать. Можно там быстро со всех взять пробы и, соответственно, прийти в течение двух-трех дней. Иногда даже в течение одного дня это делают, результаты дают. То есть есть ли или нет симптомы и какие-то маркеры вот этого заболевания. Поэтому мы надеемся, что второй волны не будет, но университет к этому готов. В том смысле, что мы понимаем, какие нам нужны будут ресурсы для этого, как мы будем задействовать нашу клинику. Ну, в контексте общежития их никто в этом случае принудительно выселять не начнет. Как не выселяли весной, собственно. То есть не случится того, что вы сейчас говорили про западные университеты. Вы видите, как бы это разница моделей. Наша модель, она как... Потом вопрос, куда выселять. Ведь границы закрыты. Если будет вторая волна, границы, скорее всего, будут закрыты. Ну да, не пичевать же. Безусловно, когда к нам приезжает иностранный студент, когда мы представляем общежитие, он получает полный комфорт. В том смысле, что мы стараемся максимально обеспечить его благополучное пребывание на территории здесь, Российской Федерации, города Казань. Вот вам претензии есть от пользователя одного, а что, хорошо, когда есть претензии. Он говорит, вы все время вот говорите о положительных моментах, в положительное русло все ответы направляете. А что, проблем нет совсем, но вот хоть одно существенное озвучите. Вот какая, с вашей точки зрения, даже опять возьму на себя право все-таки модератора обобщить, мы с этого начинали разговор, что вы в непростое время начали исполнять свою миссию. Вот, каденцию, как сейчас модно говорить, вот какую самую существенную проблему вы сейчас увидели, которую пока, ну, может быть, даже и невозможно решить. Не потому что кто-то из нас тут плохое, а потому что вот она есть такая вот, несущая. Если вы, как бы, укореняете это в контексте вот этого временного периода, то мы с вами об этом уже говорили, на самом деле, это проблема дистанционного образования. То есть, то, каким образом оно будет организовано, каким образом мы предоставим возможность всем студентам полноценно обучаться в университете, находясь в удалении от него, находясь у себя дома в Кыргызстане, в Таджикистане, в Туркменистане, в Узбекистане, в других странах, это самая большая проблема для университета сейчас, в настоящее время. Потому что во многом мы поняли, что университет — это не место, это способ деятельности, потому что место уже вроде бы не играет большую роль. Но в то же время для этого необходима хорошая инфраструктура. Если инфраструктура в странах есть, мы вполне можем организовать учебный процесс дистанционно. Но, к сожалению, не у всех студентов такая возможность есть. Но когда мы принимаем студента к себе в университет, мы гарантируем ему некоторые качества образования, причем одинаковые для всех студентов и для тех, кто находится в кампусе, и для тех, кто учится дистанционно. То, как это дистанционное обучение будет организовано в случае закрытия границ, мне кажется, сейчас основной проблемой, на которой мы, конечно, пытаемся решить, мы ее прогнозируем, мы ее понимаем, но до конца не понимаем, как ее решить. Вот о чем вы говорите. И хороших подходов, хороших решений, к сожалению, вообще нет. Мы общаемся со своими коллегами. Есть варианты синхронного обучения, цифровых ресурсов. Но я боюсь, что все равно мы получим серьезное западание у тех студентов, которые будут от случая к случаю присоединяться к лекциям, будут от случая к случаю проходить какие-то цифровые ресурсы. И когда эти студенты во втором семестре приедут сюда, в университет, если все будет хорошо, то я думаю, что нам нужно будет организовать и отдельные срезы знаний, и какие-то дополнительные занятия для того, чтобы этот дефицит восполнить. Я говорил, что у нас большое количество студентов осталось в общежитиях сейчас иностранных, там 3600 примерно, находятся у нас в общежитиях, которые в другое время уезжали к себе на родину, а потом возвращались. А вот, кстати, не безинтересно, они где сейчас, чем они, ну где они, понятно, в общежитиях. Они чем там занимаются? Им как-то помогают их страны? Или они бесхозно вот так вот ходят? На работу не берут? Своим-то работы сейчас не хватает, да? Вот. Чего делают? Есть разные варианты, на самом деле, обеспечения занятости. Я продолжаю линию обучения, мы поэтому проработали с институтами, чтобы они организовали для них курсы и восполнение дефицитов, которые у них образовались за весенний семестр, и институты сейчас работают, то есть они организовали для них доп. образование, и в онлайне их учат, там у них, ну, по сути, такой облегченный режим обучения, который, в принципе, продолжается. Мы поговорили с институтами, многие институты это сделали. Я не говорю, что все, но многие институты такое предложение сделали студентами, они учатся, продолжают учиться. Либо это пропедевтика следующего семестра, то есть это начальное знание, да, либо это в исполнении прошлых дефицитов, кто-то работает на, кто-то остался на второй, не знаю, на доп. сессию и сейчас готовится к сдаче доп. сессии, которая будет осенью. Но часть действительно трудоустроенная, я бы вот не сказал, что там вообще никто не трудоустроен, тем более, что сейчас студенты имеют право работать в университете, совершенно без каких-то разрешений особых. Вот, и я буквально вчера был в Ельчике, ездил, у нас там трудоустроено еще 25 человек, которые там, значит, работают, немного отдыхают, свежий воздух, лес, значит, в волейбол, баскетбол, футбол, но они там красят, убирают и что-то делают. Это одна группа, вторая группа, которая приедет в августе, то есть это 50 студентов, которые там, это, кстати, выпускники подфака, которые вот будут первокурсниками нашими. То есть они не бедствуют, они не бедствуют, да? Части трудоустроены здесь, я так понимаю, что у нас там порядка сейчас 200 студентов, иностранцев, которые трудоустроены в университете, а потом у нас есть все-таки студенты, которые получили рабочие места в целом в Казани, то есть они продолжают работать, у них или есть разрешение работы, или они по другим основаниям здесь продолжают работать. То есть я бы сказал, конечно, это сложная ситуация, я бы не сказал, что все хорошо, вот говорите, что я там приукрашиваю коллеги, да, наши зрители требуют проблемы все-таки. Да, я пытаюсь все-таки позитивно смотреть на эти вещи, сложность есть, но мы должны прежде всего смотреть на нее конструктивно и понимать, что мы можем сделать. И мы, я не скажу максимально, наверное, возможно, но пытаемся сделать все, чтобы у студентов было хорошее пребывание здесь. Я бы сказал, что мы делаем это в партнерстве, вот вы говорили с кем, там, консульство, землячество, мы видим, как они работают, начиная с апреля. То есть вы знаете, что у нас университет помогал серьезно. То есть они не самоустранились? Нет, не все. Не все, скажем так. Значит, вы знаете, что университет очень плотно помогал нас самым студентам, там несколько волн было раздачи продуктовых наборов. Да, но это сам университет. Да, сам университет. И институты помогали, я знаю, финансовые в том числе, сам сложный в кейсах. Но у нас есть Китай, который два раза делал, значит, обеспечивал студента продуктовыми наборами и средствами гигиены защиты всех студентов, причем своих, своих, да, китайских. У нас есть Турецкая республика, которая тоже этим занималась, Китайское консульство. У нас есть землячество отдельное, узбекское, и туркменское, и таджикское, которые этим вопросами занимались. Узбекистан помогал, консульство Узбекистана помогало, тоже выделяло денежные средства. Это общая политика по России, наиболее, там, студентам находясь в наиболее сложной ситуации. То есть, в принципе, это такая совместная, слаженная работа, и она, я думаю, привела к тому, что у нас нет очень серьезных случаев, очень серьезных проблем. Но, конечно, проблемы есть, и я получаю сигналы из общежитий, где есть и конфликты между студентами, потому что это молодые люди, на улице жарко, хорошая погода, хочется гулять, хочется общаться, значит, и мы говорим им о том, что необходимо оставаться. Бакуально вчера мне звонил турецкий консул и просил, чтобы мы в том числе с китайскими, со всеми студентами поговорили, чтобы они как можно меньше ездили на воду. То есть, вот, вы знаете проблему, значит, гибели на воде сейчас. В Пензе, к сожалению, погиб китайский студент на воде, и у нас такой случай был, вы знаете, к сожалению. Не из Китая студент был, да, из Нигерии. И мы тоже делали максимально возможное, чтобы они не выезжали, а если выезжали, то следовали правилам, соответствующим пребывания на отдыхе. К сожалению, вот время так катастрофически сжимается, вообще его не осталось. Я надеюсь, что режиссер милость проявит и нам пару минут еще выделит. И вот буквально такие короткие, но очень предметные вопросы. Очень много вопросов, я хочу обратить внимание, которые повторяют так или иначе в разных вариациях тему очно или заочно продолжится обучение. Я прошу прощения, если коллеги оставляют контакты, то мы получим, я думаю... Ну, тут где-то ники, где-то контакты, тут по-разному. Мы могли бы ответить на них. Да. Я думаю, что все равно придется еще встречаться и с вами дополнительно. И есть большая группа вопросов, особенно в Twitch, которая связана и с инновационной деятельностью, и с состоянием общежитий, и с... там еще блоков вопросов. Такие достаточно интересные блоки. И я думаю, у нас еще есть большое количество возможностей, шансов и времени поговорить с целевыми проректорами, которые курируют данные направления, в том числе и вот есть, например, более строгие требования. Ну, покажите-ка условия, в которых проживают студенты в общежитиях. Ну, надо, значит, показать. Ну, соответственно, мы будем говорить об этом с людьми, которые отвечают за состояние наших общежитий. Все-таки было бы неправильно, если бы мы сейчас Тимирхан Булатча этим грузили. Хотя, я думаю, что вы с удовольствием ответите на это. Могу сказать, братья. Ну, есть... Ну, мы берем, значит, на себя обязательства эту тему, конечно, продолжить. И тему инновационного развития университета и наших студентов в том числе. Есть предметный. Я Туркменистан, ну, гражданин Туркменистана, наши границы закрыты. Мы... Как отправить счет-фактуру, справку, значит, город? Просит оригинальный документ. Ну, немножко так вот, понимаете, написано. Они сказали только принять, значит, через сайт. То есть, видимо, есть возможность передать через сайт. Я примерно понял, о чем речь. Переведите. Да, время не отнимается. Речь идет все-таки о какой-то живой потребности, надо ответить. Речь, я так понимаю, идет об оплате договора. Я знаю, что в Туркмени всегда есть вопросы, поэтому... Об оплате договора. И там есть, я так понимаю, квитанция из банка, наверное, о том, что проплата действительно была проведена. Потому что там действительно деньги идут достаточно долго. Из Туркменистана с особенностями валютного регулирования. Вот эту квитанцию необходимо просто прикрепить в личном кабинете на портале Буду студентом. То есть, там есть личный кабинет у студента. А вот об этом, видимо. Ее нужно прикрепить и все. То есть, этого достаточно пока. То есть, нет необходимости по почте... То есть, живьем ничего пока не... Такой необходимости нет. Еще уточнение предыдущего... Услышали, да? Я вообще отмечу, коллеги, в этом году есть очень хорошее регулирование, которое пришло к нам из Миннауки высшего образования, о том, что мы принимаем все документы в дистанте и все в сканированном варианте. То есть, нет необходимости принятия даже бумажных документов в настоящее время. Мы потом их получим, но нас пока устраивают, в принципе, и сканы. Когда вы станете студентами, будете зачислены, мы все эти документы от вас еще попросим, и вы нам представите. Но сейчас давайте не будем заморачиваться над этим. Значит, еще раз просят уточнить. Все-таки иностранцы, приезжающие на очное обучение, не попадут на 14 дней в карантин? Нет. Вот 7 июля вышло соответствующее постановление санитарного врача. То есть, они могут безболезненно... Ну, справочка. Я надеюсь, что безболезненно, да. Безболезненно приступить к учебе. Ну, и такой еще вопрос, который, вы знаете, он все время эмузируется и в связи с иностранными, и не только иностранными, вообще вот со всей той ситуации, которая складывается сейчас в образовании. Поэтому вам и как эксперту, и как проректору хотелось бы его адресовать. Все-таки не обойти его в завершении, возможно. Вот вы отмечаете существенную разницу между очным и дистанционным обучением. Вопрос. Цена обучения. Как на нее это повлияет и должно ли влиять на цену обучения? Вот это существенное различие между очным и дистанционным обучением. Особенность студент не смог приехать ни по своей вине. Ну, я скажу так, что по общему правилу никакой разницы в цене не устанавливается. В целом, это в Российской Федерации принято такое правило. И связано это с тем, в том числе, что все-таки образовательная программа обычно измеряется в трудозатратах, зачетные единицы. Зачетные единицы ровно те же, что и в очном обучении, и в дистанционном. Более того, дистанционное обучение иногда требует университета гораздо больших затрат. Это связано и с разбиением на дополнительные подгруппы, связано с дополнительными консультациями, затратами на инфраструктуру и так далее. На самом деле, дистанционно учить дороже, зачастую в таком синхронном режиме, чем учить в обычном очном формате. Далее, я хочу отметить, что мы надеемся, еще раз, что этот дистанционный формат продлится только один семестр, если и будет. Далее программа опять начнется в очном режиме, и разница одного семестра, она фактически неисчислима по отношению к стоимости всей программы обучения. Поэтому, в целом, я бы хотел сказать, что изменений в стоимости обучения, конечно, не будет. Но в этом году вы знаете, что в соответствии с решением ректора нашего университета, у нас зафиксирована стоимость обучения, она не поднялась по сравнению с прошлым годом. Для первого курса я хочу отметить, что обычно стоимость увеличивается на коэффициент инфляции. В этом году такого повышения не было. На коэффициент инфляции у нас стоимость осталась та же. Я бы предложил, в том числе, рассматривать это как вот эту скидку небольшую на те сложности, с которыми мы сталкиваемся в этот период. Эти сложности связаны с технологиями обучения, но это связано еще с финансовыми сложностями, с которыми сталкиваются многие семьи в этом году. Не только в России, но и во многих странах мира. Я думаю, что это тоже направлено на решение вот этой задачи. Мы начинали наш разговор со справки. Сколько? Вот давайте завершим его справочным прогнозом, если можно так сформулировать. С вашей точки зрения, все-таки все те проблемы и сложности, на которые мы все-таки вышли с вами, которые присутствуют сегодня и в целом в мире, в Российской Федерации и Юж, понятно, что отзываются на деятельности университетов, они приведут к сокращению числа иностранных студентов, иностранных специалистов в вузах. В частности, естественно, Казанский Федеральный нас интересует. Или все-таки удастся сохранить численность на уровне сопоставимым с 2019 годом? Прогноз, конечно, делал в данном случае неблагодарный, но мы можем опираться на некоторые предпосылки. Мы видим сейчас цифры заявлений, количество физических лиц, которые направляют свои документы в Казанский университет. Их больше в этом году, чем в прошлом. Несмотря на то, что мы видим, что в мире часто с логическим вопросом, многие студенты, которые планировали поехать в этом году на обучение, они переносят его на следующий год. То есть студенты в Китае, в Европе, те, кто планировал уезжать в зарубежные университеты, они говорят, нет, я подожду еще один год, а потом я решу, поеду я или нет. Но у нас есть традиция, особенно на постсоветском пространстве, что мы не пропускаем год. Мы сразу после выпуска из школы стараемся поступить в университет и двигаться дальше. И большинстве наших тоже целевых стран, с кем мы работаем, такая традиция сохранена. То есть студенты не пропускают один год, они стараются сразу продолжить обучение. И на этом в том числе настаивают их семьи, которые в сути принимают решение о выезде своих детей. И мы, еще раз повторюсь, в этом году не видим спада. Более того, мы видим только рост интереса к Казанскому университету. Причем я не уверен, что если бы не было пандемии, он был бы больше. То есть это достаточно крупный рост. Мы видим процентов на 30 большее количество заявлений в этом году. Процентов на 30 большее количество не только заявлений, но и физических лиц, которые к нам стучатся и говорят, а можно я поступлю в Казанский университет. Которые проходят вступительные испытания, которые уже подписывают договора и более того, оплачивают эти договора и готовы начать обучение. И наша задача сегодня это не подвести этих студентов. Я думаю, это самое важное. Чтобы мы грамотно выстроили учебный процесс, начиная с сентября, с октября, с ноября, в зависимости от того, когда начнется обучение для этих иностранцев. Чтобы они чувствовали себя здесь комфортно, несмотря на то, что они учатся удаленно, возможно, они не имеют возможности приехать. А если у них будет такая возможность приехать, то мы здесь примем их гостеприимно и расселим в наши общежития, они будут ходить в наши аудитории. И мы обеспечиваем для них максимальную безопасность. Но я думаю, что прогноз в целом положительный, но условно положительный. Условно положительный. Клиент скорее жив. Ну а еще, потому что конец точный, а иностранные специалисты. Мы вот пандемия, пандемия, но есть еще ведь и политический фактор. Вот эта вся шпиономания, которая сейчас очередной виток начинается, она приведет, приводит, это заметно или не заметно пока, к сокращению желающих сотрудничать с российскими вузами. Я знаю, некоторым даже в контракты сейчас пишут, никакой аффиляции с иными учебными образовательными учреждениями Российской Федерации, иных стран. И даже готовы люди приехать, работать, преподавать, дистанционно, так вообще без проблем. А не позволяют. Если бы я сейчас сказал, что политический фон, который существует, никак не влияет на этот процесс, то я бы соврал. Безусловно, мы видим это последние несколько лет со времен как бы присоединения Крыма и после этого, после этих событий, что действительно, несмотря на то, что многие наши коллеги за рубежом, они готовы. Более того, они говорят, что политика никакого отношения к нам не имеет, у нас научный интерес, у нас интерес к конкретным ученым здесь в России. Мы готовы участвовать в ваших проектах, но, к сожалению, есть силы в этих странах, которые то, что запрещают, но рекомендуют им не работать, в том числе в Российской Федерации. Мы, конечно, против этого. Мы за свободу научной коммуникации и за то, чтобы ученые имели возможность свободного въезда и выезда с территории. Безусловно, есть вопросы национальной безопасности. Мы от них никуда не денемся, они совершенно как бы правомерны. Я думаю, что та политика, которую проводит государство, она связана и с защитой суверенитета, и с защитой той информации, которая, как считается, является национальным интересом. Она должна проводиться. Просто нам необходимо грамотно работать в этих условиях, чтобы не попадать в ситуации, в кейсы, когда мы можем каким-то образом навредить и самому научному процессу и научно-педагогическим нашим работникам. Я скажу, что, конечно, ситуация пандемии нас повлияла. То есть к нам не приехали некоторые ученые, с которых мы приглашали. Мы не состоялись некоторые конференции, круглые столы, международные, которые мы планировали проводить в очном формате. И, безусловно, это повлияло на научную коммуникацию. Я надеюсь, что в ближайшее время, когда все проблемы с перелетами, с трансграничными коммуникациями будут сняты, то многие контакты будут возобновлены и продолжены. Но еще раз повторюсь, у нас есть Zoom, Teams, Skype, телефон, даже в WhatsApp можно делать звонки, в Telegram и так далее. То есть это все позволяет нам оставаться на связи. Я уверен, что наши коллеги, наши ученые в нашем университете плотно взаимодействуют со своими партнерами за рубежом. Я знаю, что сейчас уже готовится несколько заявок на гранты, например, создания лаборатории с иностранными учеными. То есть, несмотря ни на что, люди смотрят позитивно в будущее. Они готовы писать эти заявки, они готовы их защищать. И более того, федерация, федеральные органы готовы поддерживать эти заявки. Значит, они понимают, что это нужно, необходимо. И мы будем продолжать работать именно в этом русле. Спасибо. Ну вот, кстати, нашим зрителям еще одна проблема, которая решается и видит какие-то свои перспективы к разрешению во всяком случае. А заканчивать на проблемах еще и хорошо, потому что это накладывает на вас обязательства прийти в следующий раз и продолжить обсуждение этих проблем, а еще лучше подсказать, какие пути их решения все-таки наметились. Желаю вам успехов в этой реально непростой ситуации и в непростой работе, которую в непростой ситуации вы сейчас ведете. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо, друзья. Субтитры подогнал «Симон»